И если говорить об этике, как о научном такой термине, да, происходит от слова какого греческого? Этос. Что означает? Нрав обычай, да? То есть исследование сущностей, целей и принципов морали и нравственности. Морали и нравственности я вам тоже давал определение, так? Впервые термин этика кто употребил? Аристотель. Совершенно верно. Да? И Аристотель говорил, что это практическая философия и отвечает на какой вопрос? Что делать? Да? На вопрос, что делать? По-еврейски ма-ла-асот. И Аристотель давал такое определение счастья. Счастье. Счастье, да? Это деятельность души в полноте, что? Добродетели, да? И самореализации. Кстати, мы термин «добродетель» пропустили, но мы сегодня его допишем. А что же мы можем поднимать по-библейски самореализацию? Ну, что такое самореализация? И исполнение плана Божьего, да? В нашей жизни. Потому что у каждого есть план Божий, да? Понимаете, что есть спасение – это общий план для всех людей. Но есть для каждого свой план Божий. Так, и мы говорили, что? О добродетелях. О добродетелях. Значит, об добродетелях мы сегодня поговорим. Я еще вам давал такое определение – счастье, что это радость с чистой совестью, да? И мы говорили, что есть просто радость, которая физическая радость, да? Есть душевная радость, есть веселье, которое идет от физического, да? Состояния человека. И в духе – счастье. Счастье находится где? В духе человека. Поэтому без духовного понимания, без подлинного духовного понимания, счастье нельзя понять, что это такое, да? А если говорить о добродетели, то, как определяли греческие философы, это благоразумие и умеренность. То есть, есть у нас эмоции, да? Эмоции в библейском языке часто именуют страсти, да? Хотя я вам говорю, что страсти – это не есть эмоции. Страсть – это какое-то желание, страстное желание чего-либо. Какое? Оно ведет к хорошему или плохому? Как Тора говорит? Что Новый Завет говорит насчет страстей, да? Значит, страсти нужно что? Душить, как говорится, в зародочи, да? Да, но это не значит, что давить в себе эмоции. Бесстрастный человек – это не безэмоциональный человек. Все свои эмоции, все свои желания и даже плохие черты характера мы можем использовать что? Да, для блага. Я вам давал ряд мест, и там умертвить страсти, умертвить похоти имеется. Хорошо. Дальше мы говорили, да, на ответ на вопрос, что делать? И что делать надо, как вы думаете? Выполнять заповеди Божии, да? Заповеди Божии не тяжкие, и мы давали такой принцип, который говорит, что Бог никогда не требует от человека то, что он не сможет сделать, да? Мы говорили, что если говорится об каких-то наказаниях и прочем, то это об испытании человека, да? Испытание человека для чего происходит? Для его исправления. Совершенно верно. Тикун алям – исправление мира, исправление внешнего мира, да? И внутреннего мира. Потому что наша цель в этой жизни – стать подобными Ишуа, да? Вот, некоторые говорят, что достаточно только спастись, но мы видим, что есть спасение как акт, да, юридический, однократный. Но если мы не будем в себе вырабатывать образ Ишуа, то, скорее всего, как говорит 1 Коринфянам, мы как будем спасены? Как бы из огня, да? Кому-то хочется побывать в огне? Никому не хочется, да? Некоторые думают, ну, мы все равно будем спасены. Но тут есть какая-то проблема, да? И это желание Бога. Будьте святы, да? Потому что я свят. Это заповедь. Значит, мы целью своей жизни, спрашивают, какая у человека цель жизни, да? Есть цель жизни. И об этом сказано в Торе. Мы должны становиться подобными Ишуа. Как мы это можем делать? Помните, посредством смирения, да? Посредством смирения. Если мы говорим о духовной войне, часто люди говорят о духовной войне, как о том, чтобы противостать против дьявола. Я сейчас об этом не говорю. Хорошо это или плохо. Это не цель моего занятия. Но когда мы говорим о духовной войне в смысле этики, самая первая духовная война, это какая? Война с самим собой. Война с самим собой. И это тоже одновременный акт или это всю жизнь? Всю жизнь. Я вам скажу дальше. Чем пойдет, тем серьезнее эта война становится. Хорошо. Теперь непосредственно об этике. Первый и главный принцип этики, значит, был сформулирован каким равеном? Рави Салантер, помните? Рави Салантер. Да, Рав Салантер. Он сказал, люби Бога в человеке, да? Которого он создал. Да? Мы знаете, что мы созданы по образу и подобию Бога, да? Мы фотография Бога, мы будем говорить. Я вам потом позже объясню эти термины. Итак, это вы должны запомнить, да, на всю жизнь. Какой принцип? Люби Бога, да, в человеке, которого он создал. Какой бы это ни был человек, даже если он круглый идиот, понимаете? В нем есть образ Божий. Поэтому можно умерщвлять идиота? Можно умерщвлять ребенка, если мы знаем, что он родится неполноценной? Нельзя. Да? Почему? Если он родится, он все равно, даже для неполноценного ребенка, все равно будет какой-то план Божий. И если мы умерщвим плод, мы будем об этом тоже говорить, то мы нарушим Божий план. Мы нарушим Божий план. Второй принцип, второй принцип, вот второй по важности, это принцип Гилеля, да? Да. Какой? Не делай другого. Да, не, второй принцип, не умножай зла. И третий принцип, это принцип Гилеля. Да, не делай другому то, что тебе ненавистно. Но здесь негативное, да, пассивное. А мы должны активно применять. И активная формулировка какая? Поступая с другими, так, так, как хочешь, чтобы поступали с собой. Совершенно верно. А когда мы говорили, не умножая зла, мы говорили, что в мире существует зло. Бог создал зло? Нет. Но может зло способствовать добру? Да. Да, правда? Мы говорили, что есть бедные люди, но если богатый делится с бедным, то что? Это добро, да? Если бы не было бедных людей, бедность – это зло. Правда? А что? Радость большая. Значит, видите, болезнь – это зло, но если бы не было больных, да, то человек бы не мог бы реализовать себя в помощи больным. И так далее. То есть, это зло, но служит добру. Еще мы говорили о одном важном принципе – это принцип синергия или синергизм. Что это значит синергия? Синергия – у вас должно быть это определение. Это что? Совместное действие. Да. Потому что некоторые думают, что Бог по нашей просьбе чисто автоматически изменит наш характер и так далее. Да. Дай, Господи, мне терпение. Даст терпение. Но посредством чего-то, да? И синергия в зависимости от того, на чьей ты стороне, ты будешь выполнять Божий план или Божий, или дьяволом. Так, первородный грех и первородное повреждение. Какой правильный термин? Повреждение, да? Если вы говорите «переродный грех», ребенок, получается, рождается грешником. Слышали такое выражение? Ну что, раз он грешник, значит, он куда должен идти? Вот, да? В действительности, ребенок рождается, что? С наклонностью ко греху. И все последующие воспитания идут к чему? Чтобы уменьшить это ЕЦР-гора и увеличить ЕЦР-готов, да? Если это ЕЦР-гора будет проявляться в нашей жизни, оно может усиливаться. Если мы будем делать добрые дела и стремиться быть лучшим, мы будем тренировать свое ЕЦР-готов. А Бог дает нам благодать. Благодать – это не замена, да? Это помощь, которую дает Бог. Потому что есть вещи, которые мы не можем выполнить без Бога, да? Греховную природу свою мы изменить не можем без ЕЦР-гора. Но если мы только будем надеяться на ЕЦР-гора, то у нас ничего не получится. И тут у нас идет еще один принцип. Как он называется? Да? Помните, говорили? Если не я за себя, то кто за меня? Но если я только за себя, то что? Я. И если не сейчас, то что? Когда? Потому что мы знаем, что будущего еще не существует, прошлого уже не существует. То есть оно есть. Бог знает его, но мы его не знаем. У нас есть свобода воли, да? И мы живем в этом миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Поэтому если не сейчас, то когда? Совершенно верно. Но у нас есть всегда выбор. У нас есть всегда выбор, кому служить, Богу или дьяволу. И что нам больше всего мешает? Гордость, да? Противоположная гордость и какое качество? Смирение, да? Мы говорили, есть кротость и смирение. Кротость и смирение – очень близкие понятия, да? Но кротость – это внешнее проявление смирения. Поэтому можно казаться очень кротким, но в действительности быть не смиренным. Смиренным – значит, человек с миром. Шалом. Шалом – это не просто мир, это полная гармония. Если человек целостная, гармоничная личность, да? У него не будет никакого желания сдерживать себя, правда? Потому что не надо будет сдерживать. Он и так будет любить других, да? Но это цель, которую мы должны достигнуть. Хорошо. Теперь мы говорили, некоторые, да, и говорили, что этика связана с поступком. Видите, дьявол всегда будет требовать от нас действия. Вы когда-нибудь что-нибудь покупали у риэлторов? У риэлторов квартиру покупали? Давай, давай, покупай, давай, покупай. Сейчас, завтра не будет, вот только за такую цену, да? Вот, да, 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 да. Дьявол всегда так старается, тебя так заболтает, что ты ничего соображать не начнешь, да? Вот, мы должны иметь три ответа на все. Да, нет и я подумаю, да? И какой самый частный у нас ответ? Я подумаю, да? Вот, и если мы подумали, мы уже осуществляем действия, то есть обдуманные. Хорошо. Мы говорили еще о нравственности. Нравственность, есть у вас определение? Прочтите. Хорошо, совершенно верно. А мораль что? Слизью общества. Хорошо. Если у нас нет абсолютного мерила морали, да, то мы не можем. В атеистическом обществе мораль не имеет мерила, да? Все дозволено. Если нет Бога, помните, есть такое определение, то все дозволено. Поэтому наша святость и нравственность, и вся наша мораль, все должно быть где? Божье, да? Вот, святость, нравственность, духовность, это жизнь по духу, и мораль должна быть мерилом Божьей. Противоположное мерило, какое противоположное Богу? Это человек, да? Да, это гуманизм. Гуманизм, когда мерило всего, это человек. И это крайне не Божье учение, и мы видим, что распад нашего общества из-за чего происходит? Из-за гуманизма. Хорошо. Вникай в себя, так и в учение. Прежде всего, кого нужно вникать? В себя, да? И в учение. Вы должны выучить, да? Это место 1 Тимофея 4, 16. И что? Делая так, что? Ты себя спасешь из слушающих тебя. То есть, мы видим, опять-таки, себя спасешь, да? Человек, спаси себя сам. Это не говорится, что возможно спасение без Бога. Это Новый Завет. Но мы говорили, что спасение – это определенная жизнь наша. Это и есть, фактически, что? Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Совершенно верно. А это делается, когда мы помогаем другим, и мы становимся лучше. Поэтому этика – это еще есть определение – школа любви, да? Самоотверженности и школа смирения. И мы еще говорили, что этика – это учение об отношениях. Отношения бывают какие? Между человеком и Богом, да? И человека с человеком. Хорошо. На этом месте мы с вами остановились. Теперь давайте посмотрим, какое у нас самое этическое послание такое. Какое послание мы изучали? Апостола Иакова. Да? Откройте все ваши Библии. Если у кого-нибудь Библии, пойдет к Валентину Романовичу. Теперь мы начинаем, продолжаем занятие. Вы записываете? Записывается. Отлично. Хорошо. Посмотрим. Послание Иакова. Вы помните, что послание Иакова не любил кто? Да, Мартин Лютер не любил. Мартин Лютер, да. По отношению к евреям, вы помните, он сформулировал такие правила, которые Гитлер реализовал. Там было несколько правил. И Гитлер не чел ничего того, что с евреями что не рекомендовал Мартин Лютер. Поэтому Мартин Лютер не любил послание Иакова. Оно очень еврейское. Видите, Иаков – раб Бога и Господа Иисуса Христа. Двенадцатиколеном, находящимся в рассеянии, радоваться. Видите, как интересно, когда говорит просто «народ Божий» или когда говорится о ком-то. Да, значит, и часто церковь заменяет Израиль понятием церковь, что это духовный Израиль, да. Как-нибудь поговорим об этой терминологии, что такое духовный Израиль. Но это не замена Израилю настоящему. Здесь же конкретно кому идет? Двенадцатиколеном. Интересно, когда Иаков писал, были все эти двенадцатиколен? Оказывается, были. А не сейчас эти двенадцатиколен существуют. Знаете, что наибольшие кандидаты на колено Израиля, да, это некоторые плевена Аравии, ну, так я по афганцам, по нисходящей линии, да, пуштуны, совершенно правильно, японцы, а затем украинцы и молдаване. Да, 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 да. Вашей верой производят терпение. Терпение должно быть совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всякой полноте, без всякого недостатка. И дальше, говорится, видите, небольшая вводная часть, она теоретическая такая, да. Будьте совершенны, как совершен Господь. Но дальше идут чисто практические примеры, да. Чисто практические примеры. Как бы вы, вот, берете какую-то книгу и берете какой-то отрывок, и вы прочитываете, потом думаете, как бы вы его озаглавили. Как бы, вот, вы озаглавили эту книгу? К всю книгу. К всю книгу, якобы. Вы прошли ее? Дела и вера достигаются вошел. Отлично. Верно. Значит, вера и дела. И еще, говорится, вера и мудрость. Да? В нескольких местах здесь употребляются вера, дела, вера и мудрость. Видите, мудрость Божия. Мудрость Божия – хохма. Да? Хохма. Кто не знает, что по-еврейски хохма означает мудрость, да? Идиот – это означает знающий. Балда – это очень ученый человек, да? Балбес означает хозяин дома и так далее. Хорошо. Итак, хохма. В чем же вся хохма этой книги? Да? Значит, здесь говорится о том, что если кто не имеет мудрости, что делает? Просит. И дастся ему. Но дастся ли ему мудрость просто так? Вот, Господи, я хочу мудрость. Мудрость, опять-таки, исходит из дел. Чем отличается, вот, допустим, разум, умение прогнозировать от мудрости? Ну, вот есть люди очень хитрые, да? Но они не мудрые. Видите? Мудрость, она смотрит на конечный результат. Это как шосматист, который знает, что через восемь ходов у тебя будет шах или мат. Да? А хитрый человек, он совершает какую-то определенную хитрость на небольшом этапе своей жизни. Мудрость, она смотрит начало и конец жизни. Был бы хотя бы один человек, который не умер. Который бы не умер. Нет таких, да? Если они сейчас не умерли, то умрут потом. Ну, некоторые изменятся, но это когда придет Ишуа, да? И еврейская мудрость говорит, трех вещей мы не знаем. Когда мы умрем? Где мы умрем? И что будет с нами после смерти? Правда? Трех вещей мы не знаем. Записывайте, записывайте. Это мудрость, это хохма. Значит, где мы умрем? Когда мы... Ну, мы точно знаем, что умрем, правда? Люди боятся смерти. Вся культура наша основана на том, что мы боимся смерти, поэтому все стараются о смерти. Не думать, не говорить. А если думать и говорить, то еще насмехаться над ней, какие-то устраивать такие, типа с черепушками шествия. И вот если бы каждый человек, каждую секунду своей жизни понимал, что мы предстанем на суд, да? То ли бы мы вообще никогда не грешили. Согласны с этим? Вот в чем заключается высшая мудрость Божия. И мудрость воспитуется посредством, опять-таки, этики, посредством поступков, да? Ну, например, дальше даются конкретные примеры. Богатый и бедный. Видите, богатый приходит в церковь, и бедный приходит в церковь. Видите, это есть, когда вот, вы знаете, что евреи, они самые лучшие адвокаты, да? Почему? Потому что это мышление библейское. Вот, и в адвокатуре есть такое понятие прецедента. Ну, вот, например, женщину насиловали, она кричала там, не кричала, и так далее. Говорится ли это конкретно о данной ситуации? Значит, здесь может быть и о данной ситуации, а может быть поставлено как пример. Как пример нам, да? Может быть, поставлено как пример нам. То есть, вот в таких подобных случаях тоже поступайте подобным образом, да? Вот. Или, например, там, если человек украл овала или овцу и так далее, а почему нету, если украл автомашину? Правда? Или, например, да, знамятое выражение, которое всегда упрекает евреев. Око за око, зуб за зуб. Ну, и что? Вы знаете, что в прямом смысле этот принцип никогда, ни разу, еврейским судом не был применен. Не знаю, может, не еврейских какие-то поступали, которые там читали Библию, были такие, которые сильно пытались исполнять библейские законы, не понимая их смысла. Какой смысл, если у нас будет двое безглазых или двое безруких? Будет ли от этого кому-то польза? Вот. Поэтому страховая медицина и страховка была изобразлена евреями во времена Моисея. Если кому-то отрубали руку и выбивали глаз, да, то точно подсчитывали, какую эту сумму обходится. И что делали? Вы плачевали компенсацию за зуб, как за зуб, да, за око, как за око и за руку, что? Как за руку. Или, например, если родители говорят, что мой сын такой-то, такой-то, и мы хотим, чтобы его побили камнями. Ну, есть там написано, да, такое медство? Хоть один раз в жизни это был закон применен. Ни разу, хотя он существует, да? И есть законы, которые сказаны, как бы, в общем, в общем плане. И мы не знаем, допустим, какие-то другие подобные случаи. Но это идет по подобию, то есть прецедент. Прецедент, да? Вот, допустим, имущественные вопросы. Мужчины наследовали имущество. Мужчины наследовали землю, да? А вдруг в роду не осталось мужчин, остались только женщины. Был такой вопрос. Помните, как его решал Моисей? Он сразу сказал, давайте так сделаем, да? Он сказал, я подумаю, да, вопросил Бога, и сделал. На основании этого закона мы можем выводить какие-то имущественные законы или законы о наследстве? Почему? Очень много еврейских трактатов, да? Вот. Есть, значит, Бава Меце, Бава Натрах, я не помню как. В общем, три вот этих Бава, которые в Талмуде, Бава – это ворота, они регулируют различные такие социальные законы. То есть мы можем, о коммерции мы будем говорить. Эти законы выводятся на основании законов Торы, да? По принципу прецедента. Или не став там преткновения перед слепым. Только ли о слепом говорится? Нет? То есть нельзя человека обманывать, если человек слепой и не знает, да? Или глухой и не понимает. Есть заповедь – любите пришельца, любите иностранца. Вот некоторые не любят американцев. Мы обязаны американцев любить. А также негров, арабов, палестинцев, если они живут среди нас и выполняют наши законы. Правда? То есть любить надо. Мы находимся в нашей стране. Ну, понятно. Если они не исполняют наши законы, они уже должны подвергаться, естественно, определенным репрессиям. Но не потому, что они такие. Хорошо. И здесь такое говорится. Заходит богатый человек, да? И заходит бедный. Вот. Или богатый, значит, человек, да? Который хвалится. А брат униженный, значит, где-то в другой стороне. И все богатство проходит, восходит солнце, настает зной, иссушает траву, свет ее опадает. Какой псалом цитируется? Кто автор этого псалма? Моисей. Цитируется Псалом Моисея. Видите? Блажен человек, который переносит искушение, то есть он испытанный, и он получает венец жизни. Не говори, Бог меня искушает, испытывает, потому что Бог не искушается злом и не искушает никого. В Боге нет никакого зла. Помните, мы говорили, например, построил человек дом на камне, построил человек дом на песке. Буря налетела. Да? Скажите, кто виноват? Большинство скажет, что Бог виноват, потому что он послал эту бурю. Да? Но буря была нужна для чего-то? Вот вы знаете, что когда была попытка регулировать ураганы, ну, она там не совсем удачна, вы можете фильмы смотреть на эту тему. Вот часто на южных побережья Соединенных Штатов, да, вот те Флорида, вот эти все, Новый Орлеан, налетают всякие ураганы. И стали делать так, чтобы ураганы уменьшить, или не было ураганов. Знаете, чем это закончилось? Страшнейшие засухи в Техасе, в Аризоне и так далее. То есть ураганы, оказывается, в природе тоже необходимы. Правда? Бог тренирует нас. Я живу, знаете, до Сахалине, и на Сахалине вот сейчас уже, может быть, начнется на этой неделе, уже снег должен идти. Правда, он еще будет таять, а с 1 октября он уже таять не будет. А в мае еще лежат сувробы снега. И живет там на Сахалине такой трудолюбивый и хороший народ корейцы. И корейцы выращивают абсолютно все. И перец, и помидоры. Ну, все выращивают. Они такой терпеливый народ. И когда мы выращиваем, допустим, помидоры и открываем потом теплицы летом, а на Сахалине иногда бывает с гор, сходит такой туман. Очень интересно. Вот так идешь, смотришь, и туман буквально у тебя по пояс. Ты идешь, видишь все чисто, а все поле, кажется, и ты там не видишь, какие ямы на этом поле. Все поле вот так вот в тумане. Вот такая ровная-ровная поверхность туманная. Этот туман почти нулевую температуру имеет. И если у вас грядка не закрыта, то все пропадает от этого холодного тумана. А корейцы все равно выращивают помидоры. И какой помидор наиболее крепкий, который выращенный в теплице или который выращенный в грунте? Вот посадили семечко в грунте. Ну, а приходится его выращивать в теплице. И что же делать, чтобы он потом был крепкий, чтобы ему не страшны были никакие такие вот туманы, ураганы? Оказывается, здесь кореец сидит. Ну, это только корейцы могут, понимаете? Наши вообще на это не способны. Сидит он, кореец, возле грядки на корточках. И у него в руках бамбуковая палочка. И вот этой бамбуковой палочкой он бьет вот эти вот маленькие рассады в помидоры. Ну, не так бьет, чтобы, конечно, вырубить этот помидор до корня. Но бьет их по листикам и по стволам. И они какие становятся? Плотные, да? Плотные. И кожица становится плотной. И тогда они способны вынести это, да? То есть испытания абсолютно необходимы. Есть вопрос только, как мы выдерживаем. Поэтому блажен, то есть счастливый человек, который был испытан. Бог не искушается, да? И не искушает никого, потому что не есть зло. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. И мы говорили, что такое похоть, что такое страсти, да? В библейском понимании. Видите, всякое даяние доброе исходит от Отца. Да? Он сродил нас словом истины. И сразу же дается рецепт. Всякий человек да будет скор на слышание. Помните, слышание. Послушание. Вот увидите, если кто ибрит, хорошо разбирается, очень хорошее понимание. Там не только глагол, да, слушать, да? Там глагол внимать кому-то. И так далее. Очень интересное понимание послушания. Но слышание, слушание и послушание, да? Ну, как и в русском языке, это одного корня слова, да? Итак, смотрите. Если есть послушание, и что нужно? Значит, гнев. Гнев не творит. И отложивши всякую нечистоту, остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово. Видите, наше «я», наш эгоизм, чем он выше, тем меньше у нас Бога. Правда? У нас Бога, у нас Духа Святого, у нас есть Дух Святой, когда мы рождаемся свыше. Но Дух Святой, он войдет в нас ровно в столько, сколько мы способны его принять. Да? И чем меньше наше «я», тем больше что? Да. Поэтому с кротостью принимайте, да? С кротостью, отложивши злобу, слово, которое может спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только обманывающих самих себя. Дальше идет образ зеркала. Мы его разбирали. Да? Образ зеркала. Внимай в себя и внимай учение. Но для того, чтобы это не было сиюминутным, нужно что делать? Постоянно этим заниматься. Не только забывать, да? Но выполнять в своем действовании. И сразу же благочестие думает, что он не обуздывает своего языка. Но обольщает свое сердце у того пустое благочестие. Да? Мы говорили о вопросу о благочестии. Да? О благочестии. Вот. Или что значит благочестие? Благая. Да? Благая часть. Благая честь. То есть, наше состояние благого, делающее добра. Но если некоторые кажутся благочестивыми, это мы часто путаем слово благочестивый с религиозным. Правда? Путаем мы такое слово. Оказывается, истинное благочестие – это что? Это презирать, не презирать, а презирать, смотреть, да? На сиротца, именно помогать им, и всяким бедным, и вдову, и так далее, и хранить себя неосквернемно от мира. А что такое вот то, о чём говорится благочестие? Видите? Благочестие, праведность. Когда мы говорим о правде, о праведности, помните, мы говорили? Цедек, да? Цедек, цедек, таарох. Таарох, значит, та-га-рох. Эй, может быть, слово таганрох от того же корня, мы не знаем. Некоторые города носят еврейские названия. Вот Варшава – это Бейершава, например, да? И так далее. Таарох, то есть, гаарга, есть урга ещё. То есть, то, чему имеешь стремление, да? Значит, правды, правды ищи, к правде, правде стремись. Или к праведности стремись, да? Ицдака, ицдака – это и есть что? То, что мы делаем сиротам, бедным, больным. Называется цдака. Это и есть праведность. Праведный человек, как называется на юрите? Цадик, да. Видите? Цадик. Или если мы говорим ата-цадек, ты прав, да? Или ата-ло-цадек. Ты не прав. Видите? Здесь говорится именно в связи с праведностью. То есть, настоящая праведность, настоящее благочестие, да? Это именно вопросы, то, что мы делаем. Вопросы цдаки. И истинное благочестие, таким образом, это цдака. Или праведность. Или правильное отношение к Богу. Вторая глава. Сколько здесь глав? Пять. Хорошо, что не пятьдесят. А то бы урока не хватило, да? Итак, как бы мы оглавили вторую главу? Вера без дел, без два. Хорошо. Правильно. Видите? Значит, здесь говорится, братья, имейте веру. Имейте веру. Но какую веру? Божью веру. То есть, вера, которая идет из дел. И этим, кажется, будто бы противоречие. Будто бы противоречие. Вот возьмем вторая глава. Да? Десятый стих. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-либо, то становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал, не прелюбодействуй, сказал и не убей. Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Павел цитирует эти слова. И некоторые думают, что он говорит, что не надо соблюдать закон. А ну-ка, давайте. Откроем. Галатам. Третья глава. Десятый. Одиннадцатый стих. Ну-ка, давайте, кто быстрее найдет. Да. Да. Совершенно верно. Видите? Интересно. Значит, Галатам. Третья глава. Она говорит о законе. Но она говорит о чем? Об оправдании перед Богом. Да? Оправдание, мы говорили, это какой акт? Юридический. Юридический. Да? Оправдание. Это юридический акт. Оправдание, искупление. Да? Как искупитель будет? Гоэль. Да? Это тот, кто выкупает своего ближнего, попавшего. Рабство. Бог искупитель. А он что, выкупил у дьявола человека? Значит, дьявол тогда был хозяином человека, и Бог выкупил у дьявола. В принципе, да. Человек сам проживал себя. Абсурдная мысль, да? Дьявол никакого права юридического владычества не имел. Но человек сам себя продал в рабство. Поэтому Гоэль, искупитель, это тот, который выкупал из рабства. Вот если человек по неразумности разорялся, или какой-то кража у него была, и он не смог рассчитаться, то он должен был идти на определенное время в рабство, да? Но Гоэль его что делал? Выкупал. Это юридический акт. Да? И в этом смысле мы ничего не можем дать за себя выкуп. Правильно? Но дальше говорится о делах, которые не связаны с моментом спасения. Но без которых наша вера реально проявляться не будет. Так что вы обязательно помните это, да? Теперь смотрите. Еще. Галатам пятая глава. Опять-таки, когда мы знаем, что Галатам это что? Это полемическое сочинение, да? Оно связано с определенными вопросами, и оно как бы противоречит, как антидюринг, да? Определенные группы, которые неправильно толковали Писание. И здесь опять-таки говорится. Еще свидетельствую всякому человеку, пятая глава, третий стих, обрезающий, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без благодати, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. То есть некоторые говорят, что Яков совершенно противоречит Павлу. Да? Удивительно. Одна и та же цитата, одна и та же цитата, что тот, кто одно нарушение имел в законе, да, то он не исполняет всего закона. Да? Это откуда, кстати? Там, где благословение и проклятие, но Гори Гевал, проклят тот, кто не выполняет всего закона. Это оттуда, да. Из 28 главы этого закона. Итак, смотрите. Проклят, кто не выполняет закона. Почему? Не для спасения. Когда говорится слово проклят, есть проклятие, как от рицания человека, отбрасывания человека. Это керет. Керет от слова отсекать, да? Вот карате, секущий. И японский глагол киру. Киру резать, да? Естественно, когда кирует кару, получается харахири. Вот. Ше-кира. Ше-кира. То, что отсекает. Да? И как там в молдавском языке? Глагол. Корат, корат. Да, или что там? Тоже такое. Да. Хорошо. Но здесь говорится о проклятии, в смысле, о рур, о том, что гнетет человека. Да? Если мы не выполняем законы Божьих, гнетет это нас? Гнетет. Но влияет ли это на наше спасение, если мы спасены Ишуа? В юридическом смысле нет. В практическом – да. Да? Чтобы вы поняли. Павел говорит о каком аспекте? О юридическом. Яков говорит о каком аспекте? О практическом. Два человека говорят как бы противоположны об одном и том же. Делаем перерыв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова